Ну что ж, всем привет, дорогие друзья! Настал тот момент, настал тот час, когда я пригласил на подкаст великого, не повысить этого слова, Эмма, легендарную Елену свою. Здравствуйте, Елена! Всем привет! Спасибо, что пригласил на подкаст! Да, я вот все думал, когда же я могу пригласить такого великолепного человека. Поэтому первый вопрос. Как вообще дела у тебя? Дела замечательные. Чили, все январские праздники, я забыла, как разговаривать, забыла, как думать, забыла, как ходить, потому что все полторы недели я провела в горизонтальном положении и периодически из этого горизонтального положения ела, вязала. Играла в видеоигр. Что до этого, что не было такого, чтобы ты все январские праздники ела и вязала? Вязать я начала только в конце декабря прошлого года, поэтому такого точно не было. Хорошо. Судя по всему, ты у нас, получается, самый популярный или самый востребованный Эмма-художник в Руси-Гмете. Как ты считаешь, достойна ли ты такого звания? Да нет, я все время смущаюсь, когда про эту речь заходит, честно говоря, потому что я бы не сказала, что там самый какой-то, просто, возможно, кто-то есть тоже. Может, ты просто единственный. Во востребованный, просто, мы о нем пока что не знаем. Да и я не знаю. На самом деле, в последнее время все реже-реже рисую, поэтому даже не уверена, что все еще сохраняю этот титул, если он когда-то и был для меня справедлив. Но, учитывая то, что ты специализируешься именно по Эмма-рисункам, так? Да, есть такое. Чувствуешь ли ты теперь вот тех самых музыкантов, которые стали заложником одного жанра, так скажем? Или тебе по кайфу? Не, я вообще не считаю себя заложником жанра, потому что, когда, ну, я беру заказы периодически, и бывает такое, что у меня берут заказы люди, не относящиеся к эмма-культуре. Ну, просто они хотят свой портрет, там, или портрет своей девушки в моем стиле. И мне вообще не переносит удовольствие такое рисование, поэтому я теперь исключительно беру заказы только у людей, которые к эмм-стилю имеют какое-то отношение. Ну, я, соответственно, рисую только людей с челочками, скажем так. Поэтому здесь, нет, все с кайфом делают, не потому что так нужно, либо потому что от меня это ждут, а потому что мне самой нравится. Интересно, хорошо. А как ты вот могла бы охарактеризовать свой стиль для людей, которые не знают, что такое эмма? Свой стиль чего? Свой стиль рисования. Да кто-то говорил, что есть какие-то диснеевские венья, возможно, потому что я как раз дросла на мультипликацию Диснея, золотой эпохи Диснея, скажем так. Да и даже не знаю, это не аниме, это не какой-то там реализм-семиреализм, просто такие мультяшные штучки, немножко диснеевские, немножко... Была художница, которой я долгое время восхищалась, сохраняла ее картинки с Девиантарта, по-моему, в Фукари, у нее никнейм. Сейчас не вспомню, потому что давно уже не смотрела картинки, но прям году, наверное, в 15-м, я себе сохраняла очень много, и я прям восхищалась. Потому что тогда я не думала, что когда-то буду рисовать, тем более буду рисовать в диджитале, а для меня это было всегда таким хобби, там, типа, акварелью порисовать, карандашками и так далее. А диджитал-художники меня очень сильно впечатляли, потому что им оказалось вообще волшебство какое-то. Ну вот, я думаю, что ее стиль рисования тоже на меня какое-то влияние оказал, но учитывая, что ее стиль, он с диснеевским схож, то, как бы, оно и не мудрено. Хорошо. Мы уже знаем, что ты потрясающий художник. Какие бы еще титулы, я не знаю, характеристики к тебе можно еще применить, если, например, Тони Старк, он же Железный Человек. Миллиардер-филантроп. Просто крутой чел. Изобретатель. То кто ты? Можешь ли ты? Депрессор, свинотыш. Я не знаю, какие титулы. Я не люблю всю эту тему с титулами. Да не против этого. А как ты можешь себя характеризовать как человек? Как ты себя идентифицируешь? Это очень сложно. Раньше мне было как-то проще, потому что я себя видела такой жизнерадостной, гиперактивной аниме-девочкой, которая хочет со всеми подружиться, всем угодить, всех порадовать. Сейчас уже мне 32 года. 31! Чуть-чуть осталось до 32. Буквально одной ногой, скажем так. И вот эта какая-то гиперанимешность из меня выветрилась. Я не знаю, возможно, дело в том, что я работаю 24 на 7. Возможно, просто дело во взрослении. Ты работаешь 24 на 7? Да. Ты себя слышишь? Еще расскажи. Теперь скажи своим зрителям правду. Правду? Да. Я работаю, рисую, прихожу на стримы, записываю с тобой видосы. Это все работает. Все меня выматывает. Это все работа. То, что мы с тобой говорим, это работа. Это работа, да. А что, нет, что ли? Я выделила время, я надела шорт. Это, по-твоему, работа, да? Сейчас люди, которые на заводе смену заканчивают, слушают этот подкаст, такой, ну да. Да в смысле? Ты хочешь подраться, что ли? Я не пойму. То, что у меня вторая половина декабря была на основной работе, не сильно загружена, не значит, что, типа, я не работаю. Да? Да. Ты работаешь много? Да. Поподробнее. Ты что? Ладно, хорошо. Индентифицируешь ли ты себя как Эмма? Вопрос такой. Да? Что ты так неуверенная долго? Да, не знаю, иногда просто находит что-то такое, знаешь. Мне кажется, что на многих Эмма периодически находит такое, что все так это коммунити до канала, что хочется ливнуть, если честно. И уже просто никому себя не относить. Особенно мы знаем, кто костилен. Вот, просто тебе спокойно слушать музыку, общаться с людьми без каких-то там, не знаю, негативных моментов взаимодействия. Поэтому на данный момент у меня просто, видимо, разрядилась социальная батарейка. У меня нет сил сейчас вообще общаться с людьми, что внутри комьюнити, что в принципе там с людьми, не связанными с субкультурами. Поэтому, так как субкультура, она все-таки подразумевает не только музыку, не только стиль, но еще и общение с людьми. Вот это как раз меня и заставило, скажем так, взять паузу, прежде чем ответить. Ну, скорее, да. Ладно, хорошо, почему тогда скорее, да, из-за людей? Я же говорю, нет просто сил пока что общаться с людьми, поэтому вот так. Хорошо, хорошо. Интересно. Ну да, в принципе, это понятно, почему. По всей России осталось примерно 50 эмо. Многих это почему-то триггерит. Они такие, типа, нет, во всей России осталось гораздо больше эмо. Ну, действительно, вот если мы уже говорим про какую-то вот такую эмошность, что вот, каким должен быть эмо, чтобы ты назвала его эмо? Вот, определимся с этим. Я не знаю. Ну, в первую очередь, этот человек должен, ну, как должен? Желательно. Должен. Да никто никому ничего не должен, с оглы, вообще, пусть все хочет и делает. Я считаю, что начинается эмошность, ну, в моем представлении, с музыки все-таки. То есть, это тот человек, который увлекается музыкой, в частности, тяжелой музыкой. Мы уже это обсуждали, что долгое время поклонников такого, так называемого медвеста, я за М это не считала. Ну, сейчас уже как-то я более лояльно к этому стала относиться, но, тем не менее, если человек увлекается музыкой, увлекается стилем, ну, именно с визуальной точки зрения, то есть, там, делает укладку себе, макияж, там, какую-то одежду, кастомит себе, либо хотя бы покупает какую-то одежду, которая, ну, отсылает нас, скажем так, к эмо-стилю. Вот, это, ну, две такие, пожалуй, базовые вещи, которые фундаментом являются. Ну, и также я бы сюда еще добавила, как раз, если этот человек поддерживает общение с людьми из комьюнити, потому что это, конечно, круто, что там можно сидеть теперь дома безвылазно и жить в свое удовольствие, ни с кем не взаимодействуя, не общаясь. Но я думаю, что как раз без вот этого общения, без обмена мнениями, без заведения новых друзей комьюнити не будет жить дальше. И, возможно, в этом как раз и причина того, что в глазах многих субкультуры умирает, потому что вот этого взаимодействия стало как будто бы меньше. Мне кажется, его практически не осталось. Да, да, то есть сейчас, ну, возможно, это опять какое-то общее такое состояние психологическое у людей. Возможно, кто-то там разделяет мое состояние, когда нет сил ни с кем общаться. Там максимум, что можно сделать, это какой-нибудь пост в свой телеграм-канал закинуть и там в комментах попереписываться с людьми, но не более того. Вот, и сейчас как раз чаще всего мы это и наблюдаем, то, что каждый ведет свою социальную сеть какую-нибудь, неважно какую, и вот дальше вот это введение личной страницы, оно никуда особо не идет. То есть хотелось бы, конечно, больше каких-то коллабораций, что ли, какого-то взаимодействия. И вот это, на мой взгляд, и двигало бы культуру вперед. Поэтому вот эти три момента, которые бы я отметила как основные. Ну, а если мы говорим про того эмакида, с которым я бы хотела общаться, с которым я бы хотела дружить, то вот к этим трем составляющим я бы еще добавила честность и, ну, вот такую искренность, потому что я сейчас в эпоху какой-то медпост гигаиронии. Очень трудно найти людей, которые бы не боялись вести себя искренне. Вот. Может быть, искренне люди себя ведут, просто от тебя искренности их не нравится, потому что она агрессивная. Агрессивная. Согласна. Ладно, хватит уже про какие-то мамонтские штуки. Давай перейдем к актуальным событиям. Недавно у нас был конкурс «Мисс Нямистая Эмочка-2024». Кто бы мог подумать. Было 80 конкурсантов. Жизнь. Великолепно просто. И итоги многих не устроили. Так скажем, мягко скажем. Вполне ожидаемо. По-другому быть и не может. Как ты, вот, скажем, относишься к подобным высказываниям, как Данка Лемон, например? Я не читал, но я просто слышал, что тебя не устроило. Как это точно? Меня не устроило. Да, но я, может быть, что-то не так прослышу. Да, всегда так будет. В любых конкурсах, какого бы характера они ни были, всегда есть те люди, которые не выиграли и которые очень сильно расстроились по этому поводу. Были ребята, которые не выиграли и при этом писали очень какие-то добрые такие милые слова. Там, типа, блин, рад за победителя. Да, в комментах на Ютубе под видосом с голосованием там тот писал прям очень милые какие-то вещи. Неожиданно милые, честно говоря. И так же есть и те люди, которых не устраивают результаты. Это окей. Так бывает. Все реагируют по-разному на проигрыш. Я, например, тоже, когда проигрываю в каких-то штуках соревновательных, я очень сильно начинаю злиться. Поэтому я не участвую ни в каких конкурсах. Чтобы не порть настроение ни себе, ни организаторам, ни другим участникам и так далее. Ну а что касается конкурсами с днями с темпчика, то оно всегда было окружено какими-то, я не знаю, скандалами по итогам результатов, по итогам, точнее, в общем-то, выборам победительницы. И это не самый жесткий, честно говоря, исход. Потому что я помню, в предыдущие годы там вообще какая-то жесть начиналась с какими-то неудачными фотками победительницы и так далее. Жесть, ты помнишь еще? Конечно, такое не событие. Это было 20 тысяч лет назад. Хорошо. Ну, в общем и целом, это же одно из немногих ярких событий за последний год. Если мы говорим про комьюнити, не про какие-то личностные достижения. Да, это хотя бы людей как-то замотивировало что-то обсуждать общее. Не каждый там, опять же, по своим каким-то нормам, скажем так, разбрелся. А это было что-то вот единое, что заставило людей принять участие, либо просто принять участие в обсуждении. Ну и опять же, когда мы этот конкурс организовывали, мы закладывали туда цель не только найти там самую красивую, эмочку с самой крутой фотографией, а также и смотивировать людей на творчество. Потому что некоторые реально выбрались на фотосессии. И это же классно. Ну вот, например, если бы я имела возможность принять участие... А почему ты не могла бы? Я жюри, я не могу принять участие. То, наверное, это было бы для меня целое событие. Потому что последний раз на фотосессии я была, наверное, когда Дженни Скитлс приезжала в прошлом году летом. А до этого я была на фотосессии лет семь назад. А свадьба? О, точно. Как я могла забыть? Прости, пожалуйста. Короче, раз в несколько лет у меня фотосессии происходят. А это вот еще один такой повод нарядиться, найти какое-нибудь прикольное место. Например, вот Мария Котеночкина там вообще целый отряд собирала, чтобы куда-то поехать, пофоткаться и так далее. То есть это тоже какая-то такая штука, которая заметировала людей общаться внутри сообщества. И мне кажется, это очень круто. Жаль, конечно, что мы не можем организовать там 10 тысяч призовых мест и всех поблагодарить лично, какими-то призами вознаградить и так далее. И жаль, что некоторые люди действительно как-то расстраиваются и много негатива испытывают. Но я уверена, что можно взглянуть на подобное мероприятие и с позитивной стороны, не только с точки зрения там выиграл-проиграл, но и какие-то другие моменты для себя вычленить, скажем так, чтобы получить максимум пользы и приятных эмоций, даже если без победы. Хорошо. Но в этом году было еще достаточно других конкурсов, которые мы проводили, если помнишь. Всех не упомнишь. Их было много. Ну, штук 6 точно было. 7, может быть, даже 8. А каких тебе запомнилось? Ну, кроме того, что мы уже обсудили. Ну, слушай, трудно сказать. Единственное, что я сейчас прямо так сходу могу вспомнить, это конкурс МТикТоков, потому что ироника-то была вне всякого конкуренции. Я не помню, что еще. Рисунки, да, были. Это было в самом начале года. А, что? Слишком много мероприятий, я всех и не упомню. Ну, из тех, которые больше всего запомнились, это ТикТоки, потому что было мало участников, и мы переживали, что, в принципе, не удастся ничего организовать, потому что где-то в течение недели, наверное, у нас был всего один участник. И мы такие, блин, ну, как бы, вот она победа. Но потом появилось еще там сколько? Человека четыре, наверное. И вот мы отсматривали каждый ТикТок, всем в своем жюри обсуждали и вот выясняли, кто же победитель. Такие вот штуки больше в памяти у меня лично откладываются, потому что когда много участников, трудно всем уделить много времени и много внимания. К сожалению. Хорошо. Ну, учитывая то, что это первое видео слэш-подкаст, который мы записываем в начале этого года, будет здорово подвести какой-то итог предыдущему нашему году. 2023-м, сейчас мы уже живем в 2024-м. 2007-й был 17 лет назад. Мода! Может быть, ты расскажешь про какие-то самые запоминающиеся события? В целом, как-то свой год предыдущий охарактеризуешь? Может быть, что-то вспомнишь? С одной стороны, 2023-й, мне казалось, пролетел как-то незаметно. То есть мы вот только встречали 2023-й год, уже встречаем 2024-й. Но когда я у себя в Телеграм-канале собирала свои фотки за каждый месяц, чтобы мои изменения, так сказать, отсмотреть, подвести итоги того же года, я поняла то, что за этот год было огромное количество каких-то событий невероятных. Я думала, что это было там года 2-3 назад, а это было в 2023-м, оказывается. Сейчас я не вспомню, что это за события. Ну, из лично для меня каких-то таких значимых штук, это как мы съездили в Пятигорск, там было очень круто, мы посетили, как называлось? Кроват. Не-не-не, там готишное кладбище такое. Какое-то кладбище. Короче, какое-то готическое кладбище, там еще у него название. Там бы Эмом, лишь бы кладбище. Вот, я просто очень давно хотела там побывать. Я была в Пятигорске несколько раз, и каждый раз, когда я кому-то из тех людей, с которыми я там была, говорила, типа, давайте пойдем вот туда. На меня смотрели, как на какой-то душевно больной, говорили, ты что, тебе 25 лет, какое кладбище. Вот, а здесь, наконец-то, мы вот приехали. Еще погода была очень такая мрачная, какая-то пасмурная, и получились очень клевые фотки. Плюс мы еще прогулялись после этого, там всякие кошечек погладили. Мне попался Аладдин в сюрприз-боксе с принцессами. Ну, короче, было очень так круто, по-семейному и мило. Из еще такого прям запоминающегося, это то, что все-таки я, ну, можно сказать, нарисовала мерч IDFX, хотя это просто буквы были, даже не рисунок, но, тем не менее, это для меня вот какое-то такое было своеобразное достижение, что ли. Какой-то повод для гордости, потому что, естественно, там, лет 10 назад я еще и подумать не могла, что такое вообще возможно. Вот, ну, и кроме того, для IDFX я еще там две картинки нарисовал, которые они себе постили, вот. Да и, в принципе, в принципе, все. Ну, а в целом все, как и в предыдущие года. Взаимодействовала с ребятами из-за рубежа. Рисовала картинки для Трэш Моб, для Клод Бьюти, для Брекса, для Неврозавра. В принципе, те ребята, с которыми мы уже очень давно общаемся, давно сотрудничаем и, в принципе, поддерживаем такие очень теплые отношения не только в, скажем так, деловом плане, в этом товарно-рыночном. Одно и так же, там, периодически списываемся, узнаем, как у кого дела. Да и кто? Да еще, наверное. Ну, это малая часть того, что происходило. Ну, понятное дело, что всего ты не упомнишь, тем более мы записываем этот подкаст в начале января, и мы еще в себя не успели прийти, но в целом какие-то есть ожидания на этот год? Может, цели? Вообще никаких. А, в прошлом году я еще вспомнила, у меня был какой-то внезапный приступ, какой-то мании. Я записалась на английский, на шпагат, я ходила в качалку, я отрисовывала заказы по рисункам, я там что-то еще себе... А, еще я хотела записаться на барабаны. И, короче, я поняла то, что у меня, в принципе, не остается свободного времени ни на что. Ну, то есть это без какого-то там утрирования и преувеличения. Поэтому это было настолько внезапное решение, что я его точно никогда бы в жизни не планировала. То же самое может и в этом году произойти. А может быть, 24-й год максимально ровно произойдет, пройдет точнее, и ничего там нового такого внезапного не появится. Ну, из того, что в конце 23-го года я начала и планирую продолжить, да, в четвертом это вязание, это всякий там диайвай. Я уже сказала, всяких заклепок, там всяких штучек прикольных. Будет жаль, если к тому времени, когда они приедут с Алиэкспресс, у меня пропадет запал, и я перестану что-то кастомить. Ну что ж, такое пенсионерское аутро является отличным завершающим мувом. для нашего сегодняшнего подкаста. Что ж, спасибо большое, мистер Крабыч, что пришли на сегодняшний подкаст. Это не последний подкаст, на который я вас приглашу, естественно. Я бы назвал этот подкаст таким вот январским... бухтежом. Спасибо вам за январский бухтеж. Спасибо вам, предлагаю рубрику. На самом деле я не готовился к этому подкасту и интервью, это было просто спонтанно. Я тоже. Спасибо, ребят, что слушали нас. Надеюсь, еще услышимся, увидимся на стримах. Переходите на нашу социальную сеть, в том числе и Пусть, если есть желание больше нас видеть, слышать. Всех, естественно, любим. И если у вас есть желание все-таки превратить в рубрику типа «Вечерний бухтеж», то тоже напишите в комментариях. Да ладно. Зачем? Ты похлопала меня по спине. Ну, вы все слышали, ребят. Любите маму, ешьте углеводы, естественно. Играйте в Сегу. Всех любим, обожаем. Смотрите «Мандалорца». Ставитесь добрыми, человечными. Берегите себя и свои Эмма. С вами был Виталий и Елена. Еще раз. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok